Добрый день, дорогие друзья! Искренне рад вручить сегодня в Кремле высокие награды Родины ярким, талантливым, достойным гражданам нашей страны. Каждый из вас добился выдающихся результатов в своей деятельности. Ваши достижения, победы, рекорды, мужество и труд – это значимый вклад в развитие России. И, конечно, у этого вклада есть и огромное нравственное значение. Ваша жизнь – это пример напряжённого труда, смелого поиска преданности своему делу и, безусловно, личной ответственности за судьбу нашей страны. Стремление сделать для неё как можно больше – добиться прорывов, достичь новых высот, изменить жизнь к лучшему. Среди награждённых и те, кого знает вся страна, и те, чьи имена не так известны. Но всех вас объединяет то, что вы смогли в полной мере реализовать себя, свои таланты, мечты, принести пользу людям и Отечеству. Полными кавалерами Ордена за заслуги перед Отечеством стали Юрий Фёдорович Бугаков и Владимир Абрамович Этуш. Без малого 50 лет посвятил Юрий Фёдорович сельскому хозяйству. Многие годы он возглавляет в Сибири крупный агрокомплекс, который при всех экономических укладах крепко держит звание передового. Именно благодаря таким прогрессивным, умным, рачительным и заботливым руководителям успешно развивается российский агропромышленный комплекс. Отечественную культуру невозможно представить без фильмов, спектаклей с участием гениального и искромётного Владимира Этуша, чей актёрский дар покорил без всякого преувеличения миллионы сердец. В любом деле важны верность, призвание и целеустремлённость. Но есть профессии, где ради общей цели требуется смелость и готовность рисковать своей собственной жизнью. Дмитрий Александрович Комаров испытывал разные модификации самолётов семейства Ил. Не раз выводил машины из сложных, аварийных ситуаций. Помогал выявить узкие места и тем самым повысить надёжность и эффективность крылатых машин. Он удостоен ордена мужества. За плечами Анатолия Алексеевича Иванишина длительные космические экспедиции, участие в многочисленных научных исследованиях. Мы высоко ценим заслуги космонавтов-воспытателей, вклад всего коллектива Центра имени Гагарина в сохранение лидирующих позиций России в освоении околоземного пространства. Желание выйти за привычные горизонты, расширить границы познания – главные качества всемирно известных учёных. К этой когорте, безусловно, относится Виктор Анатольевич Матвеев, директор Объединённого института ядерных исследований. Область его научных интересов – физика элементарных частиц. Особое внимание Виктор Анатольевич уделяет развитию международного сотрудничества в этой сфере. В этой связи хочу подчеркнуть – поддержка фундаментальных разработок проектов класса «Мегасайенс» будет обязательно продолжена. Это основа для научного технологического прорыва, которого нам необходимо добиться в интересах развития страны, повышения качества жизни наших граждан. Всё более наукоёмкой отраслью становится современная медицина. Сегодня крайне важно широкое внедрение передовых методов профилактики, диагностики и лечения. Это направление одной из ключевых в работе Виктории Владимировны Дворниченко, главного врача Иркутского областного онкологического диспансера. А технология борьбы с сердечной аритмией, разработанная академиком Амираном Шатаевичем Ревишили, используется сейчас во многих странах мира. За активное участие в общественной, политической жизни страны награду достойны Вячеслав Александрович Фетисов и Сергей Михайлович Миронов. Из коллег по Государственной Думе, человек эпоха и настоящая легенда, которого мы все искренне любим – Иосиф Давыдович Кобзон. Он отмечен знаком отличия за благодеяние. Иосиф Давыдович Кобзон всегда щедро по зову сердца дарит людям и свой талант, и свою поддержку, и заботу. Культура, искусство – универсальный язык, объединяющий и поколения, и народы. А когда люди творческих профессий обогащают свою деятельность благотворительными проектами, моральная, просветительская значимость культуры еще больше возрастает. Именно так глубоко понимают свою миссию Сергей Безруков и Денис Мацуев, реализующие успешные социальные программы. Сейчас наша страна принимает чемпионат мира по футболу. И символично, что награды будут вручены людям, посвятившим себя развитию спорта. Это Шамиль Анвярович Торпищев, Владимир Енадьевич Чагин, Иван Трофимович Душарин, Олег Васильевич Матыцын. Дорогие друзья, сегодня здесь присутствуют представители самых разных отраслей профессии. И судьба каждого из вас – это доказательство того, что человек, нашедший свое призвание в жизни, способен покорять самые трудные, самые высокие вершины. Что нет ничего невозможного, когда путь к цели озаряется любовью к Отечеству. Поздравляю всех вас с высокими государственными наградами. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.